Привет! Это ProFootballKZ Давид Лория, галкипер, играет за сборную Казахстана, родился в Целинограде. Целиноград это город Астана до 92-го. Там 31 октября 81-го и родился Давид. Дато стал футболистом благодаря своему отцу Григорию Атаровичу, в прошлом футболисту, а ныне функционеру и директору футбольного клуба Козылжа. Со своей супругой Инной воспитывает сына Дани и дочь Лию, владеет спортбаром в Астане, который называется Галкипер. А еще Давид имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Это вам ли в Ютубе видео делать? Благодаря своему отцу в 95-м году Давид оказался в московском ЦСКА. Играл за молодежку, обучался и болел за спартаколанию. Через год до то переходит в молодежный состав полупрофессионального клуба из Австралии Энфилл Сити Фэлканс, который соревновался в чемпионате Юга. Молодой галкипер на зеленом континенте проходил обучение и совмещал приятное с полезным. Там он проводит год. На тот момент ему 15. Немного позже он вернулся в Казахстан и начал играть за командора одного столичного женеса, став с ним трехкратным чемпионом страны. Впоследствии Лурия перебрался в Ужитбес, за который блеснуть ему не удается из-за травмы крестов. Следующий год Давид почти не играет. Более того, в Кокшетау были проблемы с финансами и галкипер перешел в шахтер из Караганды. Однако играет Лурия и там не очень много. Он блуждает по арендам, набираясь опыта. Я поехал туда, чтобы ощутить, что такое европейский футбол. Ощутил? Безусловно. Увидел болельщиков, страну, другую культуру, жизнь. Именно так описывает брата из сборной Казахстана свое пребывание в Швеции. Он был там в трехмесячной аренде в клубе Хальмстад. Это был 2007-й. Однако закрепиться и там Лурия не удается из-за травмы паха. А до этого Дату успел побывать в голландском ПСВ и немного в спарте. Оправившийся от травмы, Лурия вернулся в шахтер. Через год вновь пробует силы в зарубежном чемпионате. На этот раз в России в клубе «Спартак-Нальчик». В основном составе сыграл всего 8 матчей и из-за недостатка игровой практики уходит в 2009-м в астанинский локомотив. Следом были три сезона в Павлодарском Ртыше, где в сезоне 2011 года он ставит свой личный рекорд в 250 матчей в казахстанской премьер-лиге. 2012 года Лурия подписал контракт с турецким клубом первого дивизиона «Риза Спор». Дебютировал в игре Казиент Экспора, и его команда победила со счетом 2-1. В итоге вместе с защитником Смаковым они помогли клубу выйти в Суперлигу. Оба были лучшими на своих позициях. Давид действительно показывал высокий класс игры, а в это время наставники сборной Казахстана в упор этого не замечали. Ну или не хотели замечать. В 2013-м Лурия возвращается играть на родину, на этот раз в Кайрат, которым руководил словак Владимир Вайс. При нем Давид стал номером один в народной команде, но затем из-за плохого уровня игры потерял место в основе, проиграв конкуренцию россиянину Дмитрию Хомичу. Далее в его карьере был клуб из Измира Каршеяка, это Турция, и Павлодарский Ртыш. 21 октября 2017 года в матче с Эктубе Лурия, забирая верховой мяч, неудачно приземлился и порвало хилово сухожилие. Операцию сделали в Италии, и Давид начал восстанавливаться. А уже в 2018-м руководители решили, что 36-летний Кипер не сможет выйти на былой уровень, и сообщили Давиду о решении не продлевать с ним контракт. Да-да, с Гэл Кипером, который за сборную Казахстана провел 45 матчей. Кстати, в национальной сборной дебютировал у тренера Ваида Талгаева в 2000 году, 26 мая, против сборной Сирии. В том матче Лурия пропустил 4 мяча, в следующем матче с Саудовской Аравией вышел во втором тайме и пропустил гол. Команда в итоге проиграла 0-1. После перестал вызываться в сборную, и это время длилось целых 3 года. О нем вспомнил в 2005 году Сергей Тимофеев, а после назначения Пайперса Давид продолжал выступать за команду. В матче отборочного турнира Евро-2008 со сборной Сербии стал одним из героев матча, когда Казахстан впервые победил в таком турнире. 2-1. С приходом Баренда Шторка перестал попадать в состав. Немец предпочитал молодых игроков в основном составе. А вот в 2011 году Мирослав Беранек вызывал его всего на пару матчей. Далее был долгий перерыв без сборной. Почти в 5 лет. В 2016 году его вызывал Талгат Байсуфинов, а в 2017 – Бородюк. В общей сложности за весь период он сыграл 45 матчей и пропустил 77 мячей. Лурия входит в пятерку рекордсменов по сыгранным матчам в чемпионатах Казахстана среди вратарей. А еще он бронзовый призер Восточно-Азиатских игр 2001 года. Дважды – обладатель Кубка Казахстана. Четыре раза был бронзовым призером КПЛ. Дважды – серебряным и трижды примерил на себя звание чемпиона. Также являлся лучшим футболистом Казахстана 2006. В 2018 году, как я и говорил ранее, Давид остался без клуба. Он попрощался с фанатами Мирдыша через Инстаграм и отправился на сборы в Туцию. Мы не знаем с какой командой, ходит много слухов, загадывать не будем. А просто пожелаем Давиду удачи в новом клубе, если 36-летний воровчик решит продолжать карьеру. Профутбол КЗ просит вас ставить лайки, подписываться и писать в комментарии, чью карьеру нужно разобрать на мелкие винтики. Всего плохого! Субтитры сделал DimaTorzok